Девушки отдыхают 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 Еще один Сколько ударов может вынести молодой здоровый человек Что же делать, папаша? Воды, Карл Да, до утра, пожалуй, не дотянет Ах, бедняга, хоть бы доктора Девушки отдыхают 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 под Москвой. Наконец-то. Разгром под Москвой. Первый сокрушительный удар. Ну, я рад, что нашел тебя, Тарас Шуч. Признаться, я думал, что тебя уже нет в живых. Нет, мы живы, черт возьми, и мы будем бороться. Кто-то умер. Это панихида. Кого же они хоронят? Кому же они поют отходную? Кто здесь? Только они и я. Ах, да, я? Может быть, это мои похороны? Да. Послушайте, люди, это недоразумение. Ведь я все-таки не мертв, я живой. Я жив, не хороните меня. Не слышит. Разве я говорю тихо? Или, может быть, я и вправду мертв, и до них не доходится гробный голос? И я гляжу на собственные похороны. Забавно. Я, нищик, милый, зря ты страдаешь. Я ведь другого люблю, а ты не знаешь. Ты чем-то взволнована, Густина? Твои поездки к Ильинкам меня беспокоят все больше и больше. Нужно менять явушную квартиру. Да, ты права. Но не поехать сегодня это значит вызвать переполох. Кроме того, мы не выпустим первомайский номер Руды права. Я не спорю, Юльч. Но мне начинает казаться, что опасность придвинулась совсем близко. Она где-то у самых наших дверей. Опасность всегда одинакова для людей, делающих то, что делаем мы. Разве мы можем жить иначе? Нет, Юльч, нет. Ты не думай. Я буду всегда рядом с тобой. Хорошо. Хорошо, моя густая. Жена моя. Я же знаю, что ты любишь молодую телятину. А на третье я приготовлю молочный кисель. И обязательно черный кофе. Обязательно. Прошу извинить. Ужасная рассеянность. Забыл спички. Благодарю вас. Благодарю вас. Прошу извинить. Вмешиваюсь в ваш разговор. Вы говорите черный кофе после обеда. Вы совершенно правы. Замечательно вкусно. Рекомендую. Покупайте кофе. Малая эстрада 86. Изумительный кофе. Прошу извинить. Мы все равно не сможем жить иначе. Нужно только представить себе самое худшее. Боярцы. Если арестуют меня, возьмут тебя. Мы никогда больше, но ничто не сможет нас разлучить. Правда, милая? Правда. Мы ни о чем не будем жалеть. Ни о чем. Мы останемся верными нашему делу. Мы останемся верными. И нас будут мучить. Очень мучить пусто. Мы должны будем смотреть друг на друга так. Будто мы никогда и не встречались. Будто мы не самые близкие. Входные. Так, Юльич. Я не боюсь. Подъезжаем. Да, скоро станция. Счастливо оставаться. Прошу извинить. Мы подъезжаем. К поезду 10.30. Жди меня у билетных касс. Если я не пришел, немедленно возвращайся в Кагу. До свидания, милая. До свидания, Пустина. Мучается. Помрет он скоро, папаша. А хотелось бы узнать, что за человек. Осторожно, товарищи. Осторожно. Здравствуйте, господин Корок. Здравствуйте. Рад вас видеть, товарищи, но не так. И всем скопом. Это прямая дорога в тюрьму и на смерть. Вы правы, город. В данном случае мы просто не могли поступить иначе. Пожалуйста. Привез. Что вы мне принесли? А вот корректура. К очередному номеру, ты права. Ага. Так. Отлично. Что у тебя, Мирок? Так, кое-что. Ничего нового. Дела идут хорошо. Мирок, гитару. Если я не ошибаюсь, над вами живет господин Чешик. Дело в том, что его старшая дочь Эльза сегодня день ее рождения, но там никого нет. У меня к вам большая просьба. Передайте ей вот это. Она знает от кого. Прошу извиниться. Я нарушил вашу дружескую беседу. Так приятно в наши дни увидеть такую дружную компанию. Прошу извиниться. Прошу извиниться. Странное совпадение. Этого человека я уже видел сегодня. Может быть, именины, а может быть... Пора расходиться, друзья. Лида. Да. Лида, тебе завтра надо быть на заводе Юнкерс. Передать молодежной группе инструкцию на 1 мая. Хорошо. Мирок, завтра в 5 часов у Бакста. Я помню. Только при. Гестапо. В окна, товарищи. Спасайтесь скорее. Я прикрою ваше бегство. Поздно. Под окнами гестаповцы. Руки вверх. У меня 2-3 секунды на размышление. Я могу отсюда стрелять. Но мой выстрел ничего не спасет. Я напрасно пожертвую жизнью моих товарищей. Да. Решено. А, еще один. Руки вверх. А это кто такой? Простите. Мы с тобой где-то встречались? Ты кто? Учитель Горок. Врешь. Обыскать. Газета. Руды права. Все осмотреть. Ты кто такой? Есть удостоверение личности. А чье имя? Горока. Проверите. Что вы здесь обсуждали? Обсуждали? Мы обсуждали, не выпить ли нам еще по чашечке чая. Остроумно. Ты что здесь делал? Пил чай. Я был в гостях и пил чай. Проверено. Не прописан. Это удостоверение тебе кто выдал? Полицейское управление. Что сказала полицейское управление? Удостоверение фальшивое. Этот меня интересует больше всех. Едем. Я ничего не скажу. Ничего. Ты слышал, папаша, что он сказал? Я ничего не скажу. Ах. Что, папаша? Спрашивают, кого к нам бросили. Что ты ответил? Ответил, что не знаю. Смирно. В камере 267-3. Все в порядке. Почему его поместили в эту камеру? Пан Корцинет. Ни одной свободной койки, господин старший надзиратель. Сейчас сюда прибудет комиссар Бэм. Он хочет еще раз и немедленно допросить его. Какой смысл разговаривать с покойником? Очевидно, в нормальном состоянии. Он был не очень откровенен с господином комиссаром. Он даже не назвал своего настоящего имени. Он приходил в сознание. Мы ничего не знаем, господин старший надзиратель. Мы спали. Ну, не прикидывайся. Говорил он что-нибудь? Он ничего не говорил, господин старший надзиратель. Он бредил. Кого он называл? Мы ничего не могли разобрать. Не могли. Будто бы... Кто бы это мог быть, черт его подери, а? Ну что, осмотрели его? Как точно, господин комиссар? Снаружи все как будто в порядке, а внутри вроде пирожка с начинкой. Поменьше философствуйте, Калинский. Влейте в него вот это поскорее. Слушаю, господин комиссар. Пей. Пей. Не хочет. А вот мы тебе сейчас по капельке... Постойте, Калинский. Ну, что? Теперь ты стал погрозумнее. Я не испорчу своего конца. Ты можешь облегчить его. Мы тебя подлечим, ты снова будешь молодцом. Ну, говори, где помещается ваша типография, где печатаются листовки, как тебе попал первомайский номер удоправа, кто тебе дал его? Купил. На почте. Не валяй дурака. Я тебе дал его. Я же сказал. Какую работу вели Элины? Пил чай. Тебя как зовут? Учитель Горок. Чистая липа. Говори, как зовут? Учитель Горок и профессор Фрид. Бил чай у трамвайчика. Достойная компания. О чем же вы там беседовали? Забыл. Ваши парни и старались. Слушай, я терпелив. Я очень терпелив. Хочешь, я отправлю тебя в больницу? Облегчу твое участие. Поздно. Почему поздно? Ты можешь спасти себя. Говори, кто ты такой? Что с ним? Сердце, господин комиссар. У него нет сердца. Но все-таки. Он больше ничего не сможет говорить, господин комиссар. Можно заготовить рапортичку о смерти? Вы кретин сметан. На все божья воля. Вы действительно кретин сметан. Но вы, что рази на верты, Что покойников не виду ли. Болистон! Скажи, ты. Молчишь, дурак. Сдохнешь так же, как учитель горок. Папаша. Вот какие люди бывают, а? Эх, поговорить бы с ним. Ты слышал, Карл? Он сказал, я не испорчу своего конца. Доктора, бедно, папаша. Доктора. Доктора! Эй, вы! Черти подземные! Доктора! Давайте, папаша! Ему же доктора надо, папаша! Перестань, Карл! Доктора надо! Не забьемся, перестань, Карл! Доктора надо, папаша! Папаша, доктора надо! Молодого! В карцер! Там потише будет. На ты, что стоишь. А ну, выходи! Поваляешься ночь на мокром. Там, там потише будешь. Пошли! Старые клящи. Доктора. Вот такого там доктора. Пить. Так. КОНЕЦ 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 Жив? Рапортичка на бывшего заключенного по поводу преждевременной смерти. Отставить! Жив! Мы живы, черт возьми! И мы будем бороться. Давно мы с вами не беседовали, господин учитель. Вы даже пополнились за это время. Ну что ж, я весьма рад, что на вас не очень повлияла последняя встреча с моими молодцами. Спортсмены, знаете, горячие ребята иногда чрезмерно увлекаются, но их тоже надо понять. Охотно понимаю. Я не в претензии. Отлично. В таком случае разрешите мне сделать маленькое отступление и привести одну историческую справку. Я всегда стремился пополнять запас своих знаний в любых условиях. Прекрасно. Итак, Панкратс – это тюрьма. Ах, вот как? Да-да. Тюрьма для государственных преступников. Нечто вроде гостиницы или временного убежища перед отправкой в концлагерь или на виселицу. А вот здесь, в гестапо, решается судьба этих туристов. Солидная и хорошо поставленная организация. Ну да. И в этом вы сейчас убедитесь. Я думаю, что это будет вам не безинтересно. Так называемая группа интеллигенции. Владислав Ванчур – написатель. Профессор Фельдберг. Педер Жигватславы – критик. Доктор Штых. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что все эти люди находятся в той же гостинице, в Панкратце, под одной крышей с вами. Что вы на это скажете? Я знаю эти имена. Многих из них знает вся страна. Но я не вижу связи между своим арестом и арестом этих людей. Не видите? Нет, не вижу. Значит, вы продолжаете упорствовать. Встать к стенке. Введите номер 149, дробь 3. Неужели провал? Эти имена знали только я и Мирок. Мирок не мог выдать. Повернуться. Здравствуй, Лида. Господин учитель. Отойти. Скажите, милая девушка, какой же наукой вы занимались с господином учителем? Я готовилась к приемному воспитанию в университет, а учитель Горок помогал мне заниматься историей и литературой. Похвально. А вы уверены, что его фамилия Горок? Вспомните? Конечно. Все в городе знают учителя Горока. Хорошо. Лицом к стенке. Введите номер 312. Добрый вечер. Повернитесь. Мирок. Здравствуй, Мирок. Арестованный Ярослав Клецин по кличке Мирок. Скажите, вы тоже занимались историей и литературой с господином учителем? Может быть, в одной группе с этой милой девушкой? Теперь, надеюсь, вы убедились, господин учитель, что наша осведомленность спокоится на весьма твердой почве. Посмотри мне в глаза. А почему вы не здороваетесь, немилая девушка? Вы что, не узнаете его? Почему-то опусти голову, Мирок. Значит, вы узнаете его? Теперь узнала. Предатель. Ну-с, господин Юлиус Фучик, все в полном порядке. Как видите, этот человек не торопится умирать. Трус теряет больше, чем собственную жизнь. Увидите их. Как видите, господин редактор, ваше упорство было бесполезно. Мы узнали все. Не от меня. Шли лихие эскадроны приямурских партизат. Молодцы. Хорошо. А теперь давайте начато. Кумачом последних ран. Шли лихие эскадроны приямурских партизат. Шли лихие эскадроны приямурских партизат. Этих дней. Этих дней. Этих дней. Деревня Лидицы стерта с лица земли. Расстреляно все население. Все население. Конца не видно. Через тысячи тюремных камер шло человечество к прогрессу. И через сколько ему еще предстоит пройти? И все же мир больше не погружен в спячку. Вот ты, Карл. Работал машинистом в шахте. Никогда раньше не занимался политикой. У тебя двое детей и жена, которых ты очень любишь. И все-таки ты выносил взрывчатку и шат для подпольной группы, зная, что тебе за это грозит. Я очень жалею, что мало сделал. И еще об одном жалею, что не стал коммунистом. Не стал, говоришь? Мне так кажется, если человек честно боролся за свой народ, он смело может сказать, что я был коммунистом. Это, пожалуй, верно. Если человек решил, что он будет бороться, он будет бороться. Поехали. Да-о. Подтяжки-то висят. Второй день. Это значит, переговор подписан. Сколько же можно мучить человека? Трогательная традиция. Они охраняют нашу жизнь, боятся, что заключенный может повеситься на собственных подтяжках. Чтобы потом повесить или расстрелять его в грязной яме. Скорей бы приговор, скорее бы конец, какой бы он ни был. Неверно, Карл. Неверно. Кто знает, что может принести лишний день промедления. Мы все думаем о завтрашнем мире. Все кругом так неустойчиво. И кто знает, что может случиться завтра. Правильно, папаша. Мы все думаем о будущем. За будущее и отдаем свою жизнь. Конечно. Я работал над проектом свободной чешской школы. А меня обвинили в заговоре против Германской империи. И бросили в тюрьму. Но я не жалею об этом нисколько. Потому что 40 лет своей жизни отдал детям. И я очень редко видел счастливые детские глаза. Приготовиться к обеду. Получайте пищу. Сегодня двойной гуляш. По случаю славных побед германского оружия. Три картошки. Две ложки соуса. Три картошки. Две ложки соуса. Ну как? Поправляешься? Чего? Скоро будешь совсем молодцом. Четыре картошки. Три ложки соуса. Спасибо, дядь Шаскарепа. Ладно, ладно. Чего тебе еще? Ничего. Я сам знаю, что тебе надо. Съешь гуляш, будешь бриться. Избавьте, дядюшка Шаскарепа. После массажа на первом допросе моя кожа не выносит постороннего прикосновения. Прекратите разговоры. Сказано бриться, значит будешь бриться. Что за гигиенический транспорт у дядюшки Шаскарепа? А? И одной мысли о бритве гуляш. И тот не лезет в водку. Ха! Не преувеличивайте, мой друг. Ничто не может нарушить божественный вкус панкерского гуляша. Все? Нет. Десерт. А? Вот теперь все. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Спасибо. Что за гигиенический транспорт у дядишки Шаскарепа. Капиток бывает только по утрам. Мыла тоже нет. Так что же у вас есть, приятель? Бритва. Немного. Есть и еще кое-что. Ой, что? Беспокоит? Ну, понятно, понятно. Ничего, ничего. Не рабей, приятель. Уж коли я выдержал допрос во дворце Петчика, выдержи твое бритье. Я из 143-й. Моя фамилия Бочек. Доставлены сведения с воли. Слушай, передать учителю Гороку. У Белой горы взорваны два эшелона с военными грузами. Отправлялись на восточный фронт. Ну как? Не беспокой? Напротив, приятель. Меня никогда так хорошо не брили. Не бритье, а одно удовольствие. Ну, ну, только сиди смирно, не крутись. Есть записка из женского отделения. От еды плахи. Посторонись, скотина. Долго водишься. Здесь не салон. Все в порядке, господин начальник. А где галлона нет, массажа не будет. Давай. КОНЕЦ КОНЕЦ Что с тобой, сынок? Так, ничего. Ну ты чем-то взволно. Густо арестовали. Мою жену. КОНЕЦ КОНЕЦ Расшумелся кобыль, голубая трава. ГОЛУБАС ГОЛУБАЯ ТРАВА ГОЛУБАЯ ТРАВА Она любила слушать русские песни. Через пять минут быть готовым к отправке. Вот и конец. Если вам когда-нибудь удастся побывать в Гудлицах, там у меня жена и детишки, передайте им, чтобы меня не жалели и чтобы не дали себя запугать. Я поступал так, как велел мне мой рабочий долг, и что я умру, не изменив я. Прощай, друг. Прощай, сынок. Силёня распустили. Здесь не пансион. Прощайте, ребята. А ну, подходи, подходи. Ну вот, мы вдвоём. Всё это очень просто. Тройка на дверях нашей камеры заменится двойкой. Вот и всё. Этот огромный парень с добрым сердцем здесь поверил в будущее. Да. Как много видели эти стены. Тысячи товарищей побывали здесь, меня и день другого. Но неизменным остаётся одно. Дух коллектива. Посади вместе двух коммунистов. Через пять минут возникает коллектив. У камер есть руки. Ты чувствуешь, как они поддерживают тебя, когда ты измучен и возвращаешься в допрос. Из этих рук ты получаешь пищу, когда враги стараются уморить тебя голодом. У камер есть глаза. Они смотрят на тебя, когда ты идёшь. И ты знаешь, что ты должен шагать прямо. Ибо твои братья видят тебя, и ты не смеешь неверным шагом заранить сомнение в их сердца. Это прекрасное братство, папаша. Братство, истекающее кровью, но неотдалимое. Чёрт побери! Слушайте, Фучик. Ведь вы не глупый человек, а ведёте себя, как дурак. Расскажите нам, где помещается ваша газета «Руды права». И мы сохраним вам жизнь. Вы хотите, чтобы я, подобно Мироку, отдался трусости? Зачем вы говорите о Мироке? Подумайте о себе, что вас ожидает. Человек, думающий из себя, теряет всю свою силу. Выполни Мирок свои долги. В ваших руках остались бы только мы двое. И вас обоих давно бы не было. Но зато другие были бы на воле. И продолжали борьбу. К счастью, Мирок знал немногое. К несчастью, вы хотите сказать? Для вас, может быть. Послушай, Фучик. Ты видишь эти урны? Вот этих семерых господин комиссар ликвидировал лично. Ты будешь восьмой. Ага, значит, семь плюс один. Будет восемь. Не сложная арифметика. Закройте по точкам. Вот что, Фучик. Пройдите сюда. Введите арестованную 72. Прошу садиться. Вы законная жена Юлиуса Фучика? Да. Мой муж действительно Юлиус Фучик. К сожалению, он редактор незаконной газеты Руды Права. Об этом я слышу впервые. Вы не можете припомнить, где вы с вашим мужем виделись в последний раз? Дома. После этого вы вашего мужа не видели? Нет. А где он сейчас? Я не знаю. А вы приобрели кофе на малой эстраде 86. Вы, конечно, припоминаете нашу встречу в вагоне? Нет, не припоминаю. Яничек милый, где ты? Вот видите арестованная Густина Фучикова? Нам удается установить, что вы с вашим мужем виделись в последний раз не дома, как вы утверждаете, а в поезде. Куда ж вы ездили? Очевидно, на прогулку. Это вполне понятно. Очень приятно проехаться с любимым человеком. Ведь, кажется, вы очень любите вашего мужа. Скажите, вы хотели бы его увидеть? Да. Пойдите! Пойдите! Почему вы не рады? Вы что, не узнаете его? Я впервые вижу этого человека. Очередная глупость. Это ни к чему густо. Меня уже опознали. Кто? Тихо! Я просто дал вам возможность повидаться. Используйте эту возможность. Поговорите с ним. Его упорство в приговор вам обои. Господин следователь, я прошу об одном. Если вы убьете его, убейте и меня. Очевидно, вы не понимаете, что вас обоих повесят. Жизнь у нас могут отнять, Кустина. Нашу честь не отнимет никто. Пешу! Его именем будут называться улицы, на фонарях которых вы будете висеть. Смирно! В камере 267 двое. Все в порядке. Подмети коридор. Живей, 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 живей. Мой камеру. Камеру уже мыли. Не разговаривать. Идите с метанц. Ну, как дела? Собираюсь мыть чистую камеру. Что сказал комиссар Бен? Сказал, что повесит. Когда? Обещал завтра. Возможно, что именно так он и сделает. Значит, сказал, что повесит. Да, так и сказал. Надеюсь, на допросе у комиссара вы не поскользнулись? Что? Что? Вы не поскользнулись? Кто вы, Калинский? Тюремный надзиратель. Мой! 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 Как поживает тетя Власта? В Праге скоро зацветут каштаны. Мой! 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 Слушайте, если нужно что-нибудь передать на волю, я принес карандаш и бумагу. Как вас взяли? Кто как держался? Пригодится, если не сейчас, то в будущем. Чтобы ничего не погибло из того, что вы знаете. Мой! Мой! Как вы сюда попали? Я чех из Моравии. Выдал себя за немца. От меня отвернулись друзья. Моя задача держать связь между тюрьмой и волей. Тебе трудно, товарищ. Это не то слово. Если бы вы знали, что я испытываю, когда хожу по коридору в этом мундире... Понимаю тебя, товарищ. Держи. Мой камерут я, оба тебя, товаровой! Слишком хорошо. Слишком хорошо. Ха-ха. Слишком хорошо. Мой камерут. Помогу. Ох, слишком хорошо, чтобы поверить, что это не сон. Это не сон. Это не сон. Будем писать. Борьба продолжается. Живей, живей. Старая кляча. Папаша, вы знаете, кто Калинский? Не знаю. А почему ты спрашиваешь? Это друг. Друг? Бумага. И карандаш. Папаша, теперь я понимаю, зачем он послал меня подметать чистый коридор. Это прекрасно, папаша. Встретите в этом мертвом доме друга, протягивающего тебе руку. Будем писать. Будем писать, папаша. Юльча, это лучший подарок к дню первого мая. Солнце. Как щедро светит этот круглый волшебник. Сколько чудес творит на глазах людей. Но как мало людей живет в солнечном свете. Сейчас начнется утренняя прогулка. Может быть, они заметят нас? Ребята! Сегодня первое мая! Они заметили. Они не отвечают. Сегодня мы промаршируем по-особенному. Пусть девятся конвойные. Папаша, проведем репетицию. Первое движение. Раз. Два. Серп. Правильно. Второе движение. Раз. Два. Молод. Серп и молот. Чуточку воображения, товарищи поймут. Серп. Серп. Молод. Правильно, ребята! Здесь наша первомайская колонна. А эта пантомима наша клятва. Сейчас в Москве на Красной площади поют интернационал. Он раздается во всем мире. Так пусть он звучит и в нашей камере. Вставай проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и в смертной боль вести готов. Мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле. С теми, кто ведет великий бой за счастье человека. За мир! Встреча с теми, кто сейчас свободно поет на воле. Встреча с теми, кто сейчас свободно поет на воле. ПЕСНЯ Не ждите рассказа о развивающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не было многотысячного потока людей. Не было ни миллионов, ни сотен. Но велико было значение этого смотра. Ибо это смотр сил, которые проходят через раскаленные горнила, превращаясь не в пепел, а в сталь. Не знаю, поймешь ли ты меня, товарищ, если когда-нибудь прочтешь мои слова, но не пережил этого сам. Постарайся понять. Поверь, в этом была наша сила. КОНЕЦ Где я его видел? Что с ним делать? Да, зайдите. КОНЕЦ Хай! Ну что, как? Все тоже. Чертовски трудный случай. Но вы мне можете поверить, господин комиссар. Мирок рассказал мне все. Мало, очень мало. Фучик знает больше. Неизмеримо больше. Попробуйте вы допросить его по точкам. Попробуйте. Здравствуйте, Фучик. Садитесь. А что, господин комиссарь не здоров? Нет. Все хорошо чувствует. Ну и прекрасно. Ну, Фучик, поживайте. Благодарю вас. Небольшой насморк. Беспокойный вы человек, Фучик. Ай, беспокойный. Вот уже больше года, как вы не даете покоя ни себе, ни нам. Вот этот первомайский скандал. Ну, зачем вам это надо, Фучик? Мне это очень прискорбно, что вам доставляет столько неприятностей. А вы могли бы нам помочь? Скажите уж, наконец, где находится эта ваша подпольная типография, Руды Права? Вы понимаете, у нее нет определенного места. Ну, наверное, где-нибудь здесь, в Праге. Ну, прямый вы человек, Фучик. Ну, кто еще, кроме вас, входит в состав вашего центрального подпольного комитета? Достопочтенный пан, вы же знаете, что я вам ничего не скажу. Вы опять передадите меня своим спортсмам, ничего не добившись, и вы снова будете задавать мне те же самые вопросы. Смолочь! Я тебе, Марту, разобью. Пупайте, поточка! Слушайте, Фучик, я познакомился с вашей книжкой. Ведь вы не глупый человек. Но неужели вы серьезно воображаете, что кучка одержимых может бороться с нами? Бороться с фюрером, который победил полмира и сейчас разделывается с последним врагом. Ведь мы раздавим вас. Послушайте, Бэм. Да, народ. Что такое народ? Черн, толпа, глупая, грязная, трусливая толпа. Мирок, вот пример вашей силы. Не обольщайтесь, Бэм. Мирок не народ. Личности, подобно Мироку, живут недолго. Он поднимется и раздавит всю вашу машину и вас вместе с ней. Черт вас подери. Вы проотупели, сидя в камере в панкреции. Очевидно, вас надо чаще выпускать на прогулку на свежий воздух. А вы плохо выглядите, Фучик. Знаете что? Я приглашаю вас поужинить со мной в ресторан. Куда? В ресторан. Оригинально. Мы вас переоденем, поедем в ресторан Флору. Плачу я. Я полагаю. Все-таки приятно проехаться в машине после трудового дня. Вы надеетесь, что у меня развяжется язык и я стану откровеннее? Боюсь, комиссар, что это будут напрасно выброшенные деньги. У меня широкая натура, Фучик. Слушайте, вот мы арестованы. Ну посмотрите, изменилось ли что-нибудь вокруг. Вон прохожие спешат, а среди них есть немало ваших читателей. А что им до вас? Не думаете вы, что у них из-за вас прибавилась хоть одна морщинка? Им достаточно морщин прибавившихся из-за вас. Слушайте, Фучик, ведь вы любите Прагу. Да, я люблю Прагу. Оно прекрасно. Вы здесь сделали жизнь такой же, как в тюрьме. Неужели вам не хочется вернуться сюда? Посмотрите, посмотрите внимательно на Прагу, как она хороша. И останется такой же, когда вас не будет. Станет еще прекраснее, когда не будет вас. Ты циник, когда не будет нас. Ты действительно все еще не веришь в нашу победу? Послушайте, Бэм, бросьте вы говорить о вашей победе. Вы же знаете, чем все это кончится. Вы боитесь признаться себе в этом, потому что боитесь за свою карьеру, за свою жизнь. Страх. Вот что движет вами, господа. Чужая земля горит у вас под ногами и сжет вам подошвы. Чепуха. Земля, на которую ступила наша нога, это наша земля. Временно, Бэм. Временно. 22 июня 1941 года, три часа пять минут. Вы припоминаете эту дату, Бэм? Да. Фюрер начал войну с Россией. Вероловно напал на Советский Союз. Кстати, Бэм, вы когда-нибудь видели русских? Нет. А что? А я их видел. Я жил в России. Я их знаю очень хорошо. И мне страшно за вас. Не очень ли ты переоцениваешь силы русских? Ведь русские одиноки. Говоря о силе русских, я не имею в виду союзников. Да и русские, судя по всему, не очень рассчитывают на их поддержку. Но конец все равно неизбежен, один конец. Ваш конец. Ты ничего не знаешь о нашей силе, поэтому ты так разговариваешь. Нет такой силы, которая могла бы сомнить не с народов. Брось, независимость народов академическое понятие для философов. Мы, только мы являемся высшей расой, призванной властвовать над миром. И кто будет противиться нашему новому порядку, будет уничтожен. Не надо горячиться, Бен. Да, вы можете уничтожить еще сотни, тысячи людей, но гордый дух народа вам не сникогда. Преодолев все ухищрения вражьей, довольством сердце, как вином хрусталь, наполнивши ты тогда на страже стой, чех. Где я тебя видел? Пусть пред тобой дорога глажа вдаль, дорогой народ мой, снова вдаль. Ну, пойдем? Пойдем. Кельмер. Вспомнил. Что? Вспомнил, где я тебя видел. И вот эти стихи и это кафе. Да, мы действительно с вами встречались. Знакомые места вызывают живые ассоциации, Фучик. Вы прогрессируете, Бен. Карандаш старшего кельнера вы сменили на автоматический пистолет. Оглушительная карьера. Твоя прозорливость достойна твоей памяти, Кучик. Да, мы с тобой старые знакомые. Давай выпьем по этому поводу. Я тебе скажу откровенно, ты мое крупнейшее дело. Да и вообще-то самое крупное дело у нас. Поэтому я и вожусь с тобой так долго. Ну, пей. Что ж ты не пьешь? Благодарю вам, это плохое вино. Слушайте радио Прага-1 и Прага-2 сообщение главной ставки фюрера. В связи героической фельдмаршала фон Паулюса под стенами Сталинграда объявлено не является не траурой. Слушайте, слушайте, Бен. Гибнет ваша сила, комиссар. Машина рассыпается по винтикам. И так будет с каждым, кто попытается вернуть народу в войну по имени мирового господства. Кэльнер! Что прикажете? Двойную порцию гуляша, господину комиссару. Оставьте ваши неуместные шутки. Фучек. Едем в тюрьму, Бен. Когда мы возвращались, на улице Праги совсем стемнело, мимо проносились силуэты домов, памятников, а я узнавал разрушенные дома Сталинграда, ставшие неприступной крепостью. Памятники Праги мне казались величественными фигурами в серых шнелях с автоматами в руках. Какие это прекрасные люди, папаша! Слава русскому воину! Развязка блесится. Но сколько людей погибнет, прежде чем оставшиеся в живых, смогут сказать себе, я пережил фашизм. Да. Не раз я думал, как обидно быть последней жертвой войны, солдатом, которого в последний миг убивает последняя пуля. Но кто-то должен быть последним. Если бы я знал, что после меня не будет больше жертв, я бы немедленно ни минуты с радостью пошел на смерть. Заключенный номер 267 дробь 2 приготовится. Поедешь для заслушивания обвинительного заключения. значит, следствие закончено. Все пошло быстрее, чем я предполагал. Да. Видимо, они спешат, робятся. Ну что ж, тем лучше. Еще один хороший признак. Шесть раз государственная измена, заговор против Германской империи, подготовка к вооруженному восстанию, распространение коммунистической литературы в статье 12, 36, 143, 71 и 132 Б. Зачем так много пунктов, Бен? Предусматривающие указанные преступления и соответствующие наказания смертная казнь. У русских есть пословица, комиссар. Двум смертям не бывать и одной не миновать. Значит, я все-таки недаром боролся. Обвиняемый Фучик, признаете ли вы себя виновным в том, что покушались на целостность империи, готовили в вооруженное восстание и заговор против правительства? Я не признаю вашей власти, поэтому не считаю вас править судить меня. Запрещено произносить речь и отвечайте кратко. Признаете ли вы себя виновным в том, что своими действиями помогали Советскому Союзу, то есть врагу империи, большевистской России? Да, я помогал Советскому Союзу, помогал Красной Армии. Это лучшее, что я сделал за свою 40-летнюю жизнь. Подпишите, обвиняемый Фучик. Есть решение по делу вашей жены, Густины Фучиковой. Завтра с эшелоном она направляется в Германию на работы. Могу разрешить прощание. Ведите осужденную Густина Фучикову. Густа! Юльча! Все с ними отстачувствуем прощайте. Ты знаешь, я знаю, нас никто не сможет разлучить, Густа! Достаточно! До свидания, Вилыч! Прощай, мой дружок боевой! Прощай! Юльча! Прощай! Не позволили нам не обняться, не обменяться рукопожатиями. Попробуй писать, Юльча, это успокоит тебя. Не могу. Сегодня не могу. сегодня голова и сердце полны Густины. Верный друг моей неспокойной жизни. Всего до она была моим первым читателем и критиком. Мне было трудно писать, если я не чувствовал себя и ласкового взгляда. У вас была большая жизнь. Будем думать о лучшем, Юльча. Вы еще встретитесь. Я ни о чем и не жалею. Помните, папаша, вы говорили, что очень редко видели счастливые детские глаза. А я их видел. На бульварах приморского парка на газонах светет резидан. Можно галстук носить очень яркий и быть шахтной героем труда. Как же так приседает герои труда, почему растолкуете вы мне? Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной счастливой стране. Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной счастливой стране. расставаться с жизнью все же грустно. на перилах висит твой пояс. А помните, папаша, как Карл смотрел на свои подтяжки? А я почему-то с детства не люблю подтяжки. Смирно! Камера 267. Папаша, ну, отнес вашу статью. Просили передать, что вам кланится товарищ Гонзо и что газеты выходят регулярно. Завидуете, товарищ, ставший на мое место. Ты просматриваешь грамки и вдыхаешь запах свежей типографской краски. Газета печатается. Да. У вас есть что-нибудь еще? Да. Давайте. Ну, хотелось бы кое-что дописать. Давайте, что готово. За остальным к вам зайдет дядюшка скоро, я помню. Торопитесь, за вами скоро придут. Спасибо. Спасибо вам, Калинской, за все. Это вам спасибо, товарищ Фучик. От народа. Так. как будто полагается сделать последнее завещание, а у меня кроме библиотеки ничего не было. Будем писать, папаш. Итак, конец единоборству. Больше года я боролся за свою жизнь и за жизнь моих товарищей. Моя игра проиграна только потому, что у врагов моих в руках топор. Точка. Многие мои товарищи сложат голову в этой борьбе двух миров. Но почему даже самым лютым террором нельзя уничтожить коммунистическую партию? Почему она, наоборот, все крепнет и растет? Потому что мы опираемся на величайшую силу современности, на рабочий класс, на его историческую миссию, на его победоносную часть, организованную в государственную силу союз советских социалистических республик. Точка. С красной строки. Мы, коммунисты, любим мир. И потому мы боремся против всего, что ведет к войнам. Против всех, кто бросает сотни миллионов на смерть, страшное беснование войны. Мы, коммунисты, за мир окончательный, за мир обеспеченный новой организацией всего человечества общества. Точка. Никому не остановить народ на его славном марше к свободе, миру и справедливости. Никто его не остановит. Точка. грязь, безобразие. В тюрьме должен быть порядок. конюшню из камеры устроили. Тёмный номер 267 дробь 2 приготовиться с вещами. Пять минут на сборы. Нервничают господа фашисты. Всё это дерьмо давно пора отсюда вымести подчистую. Выметим, дядюшка Скорепа. Будь покойный. Выметим. выметим. Пять минут. Пожалуй, этого много. Два человека. Одна камера. Семь шагов от двери до окна. Семь шагов от окна до двери. Год жизни. Вот пойди-ка, разбери, что твоё, что моё. С чем ты пришёл в камеру, с чем я. Прощай, верный друг. Прощай, отец. Отец. Прощай, сын. Выходи, живее. Много раздумываешь, скоро перестанешь. Чик. И готов. А человек не становится меньше, если ему отрубить голову. если он человек. Если он человек. Титель, отец. В cashй thabч K отпуск. Семь шагов птич, д名, птич. Семь шаг в honestly plot. Играет музыка За нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем. Люди, я любил вас. Будьте мудительны.